Я создавал ежедневные видеоролики на YouTube в течение трех месяцев, иногда выпуская по два-три видеоролика ежедневно. Шо мне это дало? И как ты можешь использовать это в своих целях для раскрутки своего канала, либо же своего блога, своего бизнеса, своего дела? Смотри в данном видеоролике. Но прежде чем мы начнем, я хочу отблагодарить вот этих вот всех людей. Спасибо большое, что комментируете. Это прошло-видеороличные комментаторы. Спасибо от души. Вот реально очень сильно помогаете. И плюс мы такие налаживаем контакт, вы пишете, как сделать в этой нише, как создать контент вон там. В общем, я стараюсь вам тоже помогать взамен на это. Спасибо большое от души. Вот вы увековечены все в историю. А если ты тоже хочешь там увековечиться, ну в плане сопечатлиться, то ты можешь тоже оставить свой комментарий здесь, задать свои вопросики насчет развития себя, развития своего канала, потому что данный канал о том, как развить свое дело, о том, как развивать себя и при этом ощущать себя счастливо, здорово и, так скажем, полным энергии и сил. Поэтому, если хочешь, то можешь подписаться на данный канал и поставить лайкосик. Мне будет очень и очень приятно. А мы приступаем к нашему видеоролику. Итак, дружище, давай же обратим внимание на статистику канала за последние три месяца и выявим для себя некоторые закономерности, уроки, либо же выводы, которые мы можем сделать для того, чтобы выпускать более качественный контент и, возможно, более часто. Итак, август месяц. Тут у нас идут 150, 150, 160, 140, 108, 120, иногда 110 просмотров. И это с учетом того, что на моем канале уже было порядка 170 видеороликов, которые были загружены то в 2014 году, то в каком-нибудь 2015. В общем, вот он весь мой канал, как он развивался. На этом этапе, на ноябре 2014 года, у меня видосы набирали намного больше просмотров, чем на этапе августа. Все по причине того, что вот тут вот эта некоторая активность моего канала, там, где я создавал видеоролики, вот тут вот я создавал видеоролики, вот тут вот я создавал видеоролики, вот тут вот я создавал видеоролики, вот тут мы можем наблюдать некоторые скачки, некоторые подъемы, некоторые опуски. И для тебя ты можешь сразу сделать вывод, что когда мы создаем контент, тогда у тебя канал становится более популярным, тогда твой канал начинает выводиться в поисках, твои зрители начинают активничать, и ты сам по себе растешь и развиваешь свое детище, потому что канал это и есть детище. Итак, теперь же вернемся последние 90 дней. То, что я показывал тебе до этого было с 5 августа, но вот тут вот ты возможно можешь заметить вот эту горочку небольшую, вот это вот 1700 просмотров тут набралось, это я решил инвестировать 15 долларов в то, чтобы сделать рекламу данного видеоролика, и могу сказать, что она прошла не сильно успешно, то есть рекламу видеоролика я сделал, и по сути она не принесла мне большого количества. подписчиков небольшого, так скажем, трафика никакого, и потом в видеоролик особо не стал набирать дальнейших просмотров, то есть он как был примерно на 2000, так он примерно и остался на этом вот этапе. 1700, 290, 313 на момент, пока реклама действовала. Заказывал я ее не через блогеров, а чисто через Google AdSense, то есть я вот так вот нажал опции, и после чего промоут я нажал на английском. В языке она называется так, то есть это продвигать свой канал. Итак, просмотры, собственно, у нас без рекламы идут, начиная с августа 5-го, то есть если мы опять вновь сделаем 5-е августа, то вот так вот выглядит настоящий безрекламный контент. И у тебя, возможно, возникает вопрос, а почему вот тут идет 150, 150, потом 110, а потом начинает подниматься? А вот я тебе объясню, когда ты создаешь контент ежедневно, то ты постепенно иногда появляешься в поиске, то есть ты выводишься на главной странице YouTube, и твои видеоролики выходят там, ну не в тренды, а так скажем, на главную позицию, чтобы когда чувак вбивал какой-то поисковой запрос, то у него выводилось твое видео. Так произошло, допустим, с видеороликом «Как сделать голос Венома». Так, пожалуйста, исчезни минутку, как это убрать? Все, убирайся, пожалуйста. Так, сейчас, 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 может сюда надо? О, да. Итак, у нас есть видос «Как пародировать голос Венома». Начиная с него у меня начался более-менее какой-то рост, потому что, смотри, 3700 просмотров оно набрало и набирает еще до сих пор постепенно. До этого я производил контент, как я делаю пародии, пародии на «Голоса», пародии на «Бравл Старс», пародии на «Рика и Морти», пародии на «Марвел». Этот контент, в принципе, набирает просмотры, но набирает намного меньше, чем «Как пародировать голос Венома». Объясню. Потому что вот тут вот, когда я делал озвучку всяких персонажей, то такой контент редко гуглится, редко выводится через поиск. То есть, если мы вгуглим что-либо, то мы вводим обычно, как пародировать голоса, как изменить свой голос, как улучшить себя, как раскрутить свой канал на «Ютуб». Мы обычно гуглим так, а не то, что там пародии на «Голоса», смотреть, в принципе, в большинстве своем. Мы в основном гуглим, как что-либо делать. И поэтому этот видеоролик начал выводиться постепенно в поиск, начал вбиваться намного чаще. И тем самым у меня количество просмотров в основном шло чисто из поиска, и люди начали это смотреть. Дальше я создавал-создавал-создавал контент, и опять у меня, опять один из видеороликов выстрелил. Это «Как пародировать голос Пеннивайза». То есть, еще раз я создавал-создавал-создавал контент, и у меня выстрелил вот этот вот видеоролик уже. Потом я создаю еще-еще-еще, и вот этот видеоролик выходит. А потом вот этот чуть-чуть начинает набирать просмотры, а потом вот этот вот даже немного начинает набирать. И по итогу, в чем плюс создания контента ежедневно, что ты постоянно увеличиваешь свои шансы, что твой видеоролик зайдет большему количеству людей, и твой видеоролик начнет выискиваться на ютубе. То есть ты создаешь, создаешь, создаешь контент, и твой видеоролик есть больше шансов, что он будет найден. Надеюсь, понимаешь, о чем я веду речь. То есть чем больше ты создаешь, тем больше ты увеличиваешь шанс, так скажем, быть найденным. И поэтому стоит создавать контент ежедневно, я так считаю. Давай же обратим внимание чисто на отдельные месяца, на статистику по месяцам. Что у нас тут идет? Август, по сути, ничего он особо нам не давал. Вот тут вот у нас, кстати, два видеоролика я в день иногда создавал, вот тут вот тоже два. Особо он не приносил нам прям каких-то плюсов. В сентябре, если мы обратим внимание, то в сентябре уже начался заметный рост, потому что некоторые видеоролики начали выводиться реально в поиске. Люди начали гуглить это, и начало это становиться более популярным. А если мы обратим внимание на октябрь, то в октябре вообще начался вот такой вот бурный рост. Количество просмотров увеличилось просто в два раза, плюс просмотры, плюс подписчики начали в три раза больше приходить. То есть если мы глянем на график, то он выглядит вот так вот. И если мы глянем график вот за последние 90 дней, то график подписок примерно выглядит вот так вот. Люди иногда подписываются один, один, ноль, один, четыре, минус два, минус один, иногда отписываются от твоего канала, потому что им не нравится, допустим, они пришли на голос Венома, но им не нравится, допустим, как ты делаешь пародии на Рик и Морти. Либо же им не нравится, как ты говоришь по поводу, как развить свой голос. Им хочется, чтобы ты говорил больше о том, как делать голоса, пародии. Им хочется больше, чтобы ты делал пародии именно на Венома. Возможно, они подписались на тебя именно из-за того, что они любят не тебя конкретно, как персону, а как твой контент, который ты создаешь на определенную тему. И они ожидают от тебя больше такого контента. И, собственно, подписчики иногда у тебя будут опускаться, и будут иногда минусы, выходить минусы. Но в далекой перспективе, в перспективе на будущее, твой канал постепенно будет развиваться. И вот тут вот, если мы глянем на график, то сперва 17 подписчиков, потом 24-30 и так далее, и так далее, и так далее. И вот тут вот они уже 57-62. И от чего еще зависит количество притока подписчиков? Это от твоей ниши, которую ты занимаешь. То есть, если ты создаешь контент в определенной нише, то количество подписчиков будет постепенно увеличиваться. Потому что, если ты делаешь канал, как пародировать голоса, и постоянно создаешь этот контент, то люди уже ожидают от тебя, какой контент ты создаешь. А если они видят то, что ты сперва создавал контент о пародиях на голоса, а потом создаешь контент о книгах, например, то они такие, блин, а зачем мне о книгах? Я же подписывался на пародии на голоса. Это некоторые скажут. А некоторые скажут, о, круто, ты создаешь контент еще и о книгах. Я книги даже люблю больше, чем пародии на голоса, теперь я люблю тебя намного больше. То есть, тут не предугадаешь особо, но если ты делаешь примерно в одной нише, то люди намного больше на тебя обращают внимание. Это вот на первых этапах в особенности. Поэтому рекомендую, если ты создаешь свой канал и делаешь видосы ежедневно, то выпускай все в одной примерно нише. Примерно схожи. Если ты спортсмен, то делай видеоролики о том, как ты играешь в футбол, например, или занимаешься легкой атлетикой, йогой, в общем, спортивными занятиями, всякие различные способы поддерживать свое тело в тонусе. Если ты делаешь кулинарный канал, то готовь как можно больше разной еды, ходи в разные рестораны, спрашивай шеф-поваров, как они это делают. То есть, люди в основном подписываются на определенную нишу, которую ты занимаешь. Возможно, это твоя эмоциональная ниша, то есть, ты даришь людям радость, веселье, и они подписались на тебя из-за этого. Возможно, твой канал о страшных историях, мистики, и они подписались из-за того, что им интересно, почему именно так происходит. То есть, все зависит чисто от твоей ниши, и лучше оставаться примерно в ней, так скажем, себя понять, что тебе нравится, и примерно делать контент в этой стезе. Но если ты еще не определился, то делай как можно больше контента, и смотри, как аудитория на это реагирует, и делай для себя какие-то выводы. Почему я говорю «смотри, как аудитория на это реагирует»? Потому что сейчас я покажу тебе пример одного видеоролика, который выстрелил, и потом я создал еще очень много видеороликов подобного плана. 19 сентября я сделал видеоролик по поводу голоса демона, как сделать голос демона, и он набрал практически 5000 просмотров, и продолжает набирать. И потом я такой подумал, блин, он набирает дофига просмотров, а ведь можно сделать еще голос демона в режиме реального времени. И я сделал видос про голос демона в режиме реального времени, как озвучить его, чтобы записывать, допустим, в чат рулетки в Дискорде. И вот он, он набрал 3460 просмотров. Потом я сделал еще одну вариацию этого видеоролика, и сделал, так скажем, вот, как сделать голос демона на телефоне. И он набрал 2000 просмотров за последние буквально две недели. И то есть нужно делать контент, который уже люди, так скажем, заинтересовались у тебя. Если люди заинтересовались этим, значит, оно имеет большую ценность для них. Значит, они не могут найти подобного контента в интернете. Значит, возможно, твой метод, он один из самых лучших, которые они видели в интернете. И они продолжают тебя смотреть из-за этого. Значит, нужно на этот, так скажем, приложить больше внимания, сделать различные вариации вот этого контента, пока он дает, так скажем, трафик. Думать как маркетолог в некотором образе. То есть если видео дает трафик, значит, нужно еще создавать подобный контент. И это как раз таки и является причиной, почему стоит создавать контент ежедневно. Если ты делаешь видосы ежедневно, то ты можешь отследить, что заходит, что не заходит, что набрало 40 просмотров, а что набралось, допустим, 60 просмотров. Даже с учетом этого, что 40, что 60, тебе может дать некоторые данные для размышлений, некоторые данные для аналитики, чтобы понять, ага, вот это видео набрало на 50% больше просмотров. Потому что 60 это на 50% больше, чем 40. Вот реально, ты такой, подумай, считай, 40, 50% от 40 это 20, 40 плюс 20 равно 60. И считай, видос набрал почти, точнее не почти, а в полтора раза больше просмотров. Это значит, что-то в нем сработало. Нужно выявить, что сработало и выпускать больше такого контента. То есть наблюдать за тем, что заходит аудитории. И тогда твой канал начнет расти. Вот тут вот еще, ты можешь заметить, вот тут некоторое плато у меня образовалось, такое малюсенькое, потом начало расти постепенно вверх. Вот тут вот плато вот такое, хотя вот тут вот был рост. Тут плато образовалось по той причине, что где-то в 20 октября я сменил нишу. То есть до этого, вот к числах, точнее 15 октября я создавал видос о том, как делать голоса различных героев. А после чего я перестал это делать и перестал делать контент о голосе. И просмотры начали набирать не так уж много. То есть они стали, как на плато встали и перестали набирать просмотры. Это все из-за того, что идет смена ниши. Если ты хочешь сменить нишу и пойти в новое направление, то ожидай то, что у тебя будет иногда приторможение просмотров. Но по итогу, в далекой перспективе, все равно, если ты загружаешь контент, то это, так скажем, тебе больше дает просмотров. Объясню почему. Это то же самое, что ты, допустим, заходишь в магазин и видишь только один товар. То есть заходишь, допустим, в какой-нибудь продуктовый магазин, и они продают только мороженое. И ты такой думаешь, купить мне мороженое или нет, и, в принципе, так думает зритель на ютубе. Посмотреть мне это видео или нет, купить мне это мороженое или нет. Но если у тебя много-много-много-много-много-много видео, то ты можешь предложить не только мороженое, ты можешь предложить им покушать, допустим, чипсончики, либо же какую-нибудь полезную еду, крабовые палочки, либо же фрукты еще прикупить. И ты можешь тем самым привлечь намного больше аудитории с разных продуктов. То есть чем больше продуктов ты создаешь, тем больше шанс, что это попробуют. Даже продукты каждый день, то есть низкосортного качества, они покупаемы. То есть иногда ты заходишь в Ашан или в какую-нибудь пятерочку, там у них продукты красная цена. Ты заходишь и видишь, что, в принципе, продукт некачественный, но если я возьму его, ничего, в принципе, страшного не будет, что использовать салфетки такого качества, что другого особо не имеет смысла. То есть картинка, продакшн твой не так имеет больше ценности, чем нежели содержимое твоего контента. То есть покупать, допустим, фрукты элитные, элитарные за 500 рублей, либо же покупать, и в крутой упаковке, либо же покупать фрукты те же самые на рынке, практически разницы никакой. Иногда даже на рынке намного вкуснее. Поэтому ориентируйся не на качество контента, именно которое ты делаешь, а на количество и в некоторой роде содержание контента. То есть не количество продакшна, которое ты делаешь, там монтаж крутой, а количество важной полезной информации, которую ты даешь своему зрителю. И что я могу точно сказать, дружище, то что создание контента ежедневно, это всегда идет в плюс. Вот в любом случае, даже если у тебя вот тут вот идут спуск своих просмотров, то в далекой перспективе через год твой видеоролик будет приносить просмотры. Это у меня так случилось с одним видеороликом, который я создавал давным-давным-давно. Сейчас, если мы его найдем, минуточку. Ой, нашел этот видеоролик, он сделан 19 июля 2019 года. И набирает вот он 1629 просмотров, с учетом того, что предыдущие вот набирали не так уж много. Если мы зайдем в статистику этого видеоролика, то он продолжает смотреться ежедневно, по чуть-чуть, постепенно, но набирает, так скажем, и подписчиков, и просмотры. То есть вот постепенно он набирает просмотры. Поэтому не беспокойся о том, что сегодня твой видеоролик не смотрится. Вот тут вот он тоже не смотрелся и набирал так не очень много просмотров. А потом он вот тут вот взлетел, потому что некоторые видеоролики зависят также от сезонности. Если ты создал видеоролик про то, как сделать костюм на Хэллоуин, и он не зашел в этом году, то, возможно, в следующем году он зайдет. И тут как раз-таки он описывает мое общежитие и, в принципе, мой университет. И тут вот оно не особо набирало просмотры, а потом резко пошел взлет из-за того, что люди начали поступать в этот университет и начали гуглить его. И, как ты видишь, просмотры в основном идут через YouTube Search, то есть через поисковик они это все смотрят. И здесь тоже почти 77% чисто они через поиск это находят. Поэтому, дружище, на что стоит ориентироваться, когда создаешь контент ежедневно, на то, чтобы твои видосы смотрелись через поиск. То есть старайся создавать какие-то определенные запросы, которые смогут быть полезны твоему зрителю, либо те, которые часто гуглятся, и те, в которых... те запросы, на которые еще нет видеороликов. В общем, если ты хочешь больше таких видеороликов, как создать свою SEO-оптимизацию, то есть чтобы твои видеоролики выходили в поиск, то подписывайся на данный канал, мне будет приятно. Могу следующее видео об этом сделать. Как раз-таки напиши в комментариях, какие, кстати, видеоролики по поводу канала тебе интересны, по поводу создания контента. Возможно, я тебе чем-то подскажу. А с тобой был Егор. Постоянно иди вперед, развивайся, и все у тебя будет отлично. Вот, кстати, прислоняй ручку. Это у нас сердечко. Сердечко такое вот так вот делаешь, и у нас мы дарим друг другу хорошие эмоции. О, спасибо большое за просмотр, желаю тебе успехов. И постоянно создавай контент, потому что постепенно, в большой перспективе, в макро-перспективе оно поможет. В микро-перспективе, возможно, твой канал сегодня потерпит пару... потерю подписчиков, пару потерю просмотров, но в далекой перспективе ты по-любому выиграешь. Поэтому желаю тебе успехов, и до новых встреч. Пока! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА